Есть, конечно, разные моменты, которые надо знать. Есть разные виды лени психической. Мужская лень, допустим, это страх перед ответственностью. Часто мужчина по знакомой женщине говорит, что мы с мужчиной встречаемся, что-то он Олег Геннадьевич замуж не предлагает. Можете дальше не встречаться. Вам попался не тот мужчина. Почему не тот? Потому что он недоразвитый, как мужчина. Потому что замуж не предлагает, потому что ответственности не хватает у него. Это мужская сила. Ответственность означает злони каждого дня, как я счастлив, что нет ни покоя, означает бескорыстная дружба мужская, означает жизнь для земли и равнина морская. Ну, слабый он, понимаете. Ну, нет сил у него тебя замуж брать. Наслаждаться тобой, у него есть силы. Это у каждого мужчины есть силы на это. Твоим телом наслаждаться, сексом заниматься. Есть силы. А замуж брать нет силы. Недоразвитый. Олег Геннадьевич, почему я такого недоразвитого встретил? Да, правильно подумали. Вот и развиваетесь, женщина, как личность. Будете встречать доразвитого. Или вот недоразвитая женщина, вот как она выглядит. Понимаете, у женщины так психика устроена, что ей так нравится с самой собой быть. Так хорошо. Сядешь, мать-то, на диванчик и вставать даже не хочешь. Так хорошо. В женском теле жить вообще. Комфортно, так уютно. Значит, замуж не выйдешь. Не верьте, сейчас докажу. А любить тебя. Ух, не хватит силы. Не обмойте ей. Пошел. Где-то вошел. Где-то вошел. Где-то вошел. А поздно ко мне в этой грехов. Где-то вошел. Где-то вошел. Где-то вошел. Где-то вошел. Расслабуха в женском теле. Вставать в постель не хочется. Есть еще одна проблема. Женщина-жена очень гармоничная. Не потому, что так мужчине не повезло. Просто так устроен мир. Я когда изучал даже лечение, допустим. У меня есть такой метод лечения. Пластины такие из камней на спину ставятся. Есть мужские числа. Один, три, пять, семь, девять. То есть число пластин каких-то определенных должно стоять. У каждого человека свое число. И у человека, допустим, есть два числа. Есть, допустим, один, два. Это одно и то же число. Просто мужское и женское. Три, четыре. Тоже одно и то же число. Мужское и женское. Три это мужское. Четыре и женское. Пять, шесть. Семь, восемь. Это одни и те же числа. Вот человеку по жизни подходит только одно число. Допустим, восемь. Ему надо восемь пластин поставить, чтобы его вылечило камнями. Иначе будет хуже. Если семь поставишь, у него мозги вылезут из орбиты. Так сильно действует мужское число деструктивно. Один вместо двойки поставил, сразу. Вот если опухоль рассасывать, надо мужское число ставить. Убивать что-то, уничтожать. Тогда три, тогда пять. А чтобы вылечить, нужно женское число. Четыре, шесть, восемь, два. Даже в числах это работает, понимаете? Не то, что в людях. Женщины всегда все гармонизируют, успокаивают. Поэтому мужчина и хочет жениться. Потому что домой пришел, так, о, хорошо стал. Потому что дома энергия жены. На стенах же не флажки на обоях, а цветочки. Это женская энергия. Кровать тоже вся в рюльчику. Все. Вся квартира только женская энергия. Никакой мужской там нет вообще. Ну, кроме, может быть, кабинета там стола. И то она убирает там, жена. По-своему все дел. Ты поставил как надо. Раз, смотришь, все поменялось. Она все контролирует в квартире, женщина. Создает там свою атмосферу. Контролирует территорию. Другая женщина зашла на территорию. Сразу война началась. Мама пришла пожить. Пожила. Она тоже же женщина. Тоже начала атмосферу любви создавать, но уже другую. Жене не понравилось. Сразу вот так. Понимаете? Вот мужчина и хочет, чтобы приходить домой. И была вот эта атмосфера любви, чтобы хорошо было. И женщине тоже нравится создавать атмосферу любви. Потому что она соткана из любви. Ей нравится любовь. Она для любви живет. Женщина. Понимаете? И поэтому одно и хорошо. Поэтому женщинам надо иногда одной оставаться. Для того, чтобы отдыхать. Потому что иногда женщины просто устают. Но можно отдыхать так же женщине в отношении с женщинами. И это надо знать. Что мужчина и женщина вместе не отдыхают. Некоторые говорят, что-то я с тобой не могу расслабиться. А это невозможно. Мужчина и женщина, они разряжают друг друга. Они теряют друг на друга силы. А отдыхать женщина может только с женщинами. Ну, соответственно, с природой. С добрыми людьми. Мужчина и с Богом. В храм надо ходить. Приглашать добрых людей домой. Друзей. И общаться с женщинами. Чирикать. Хотя бы по телефону. Чирик-чирик. А мужики не должны запрещать. Ты уже час говоришь с этой подружкой. Наполняется она энергией. Сдолбал ты ее уже. Женщины с восторгом среагировали на мои слова. Но тогда сейчас с восторгом реагируйте на другое. Мужчина наполняется, когда он с мужчинами. В гараже, может быть. А может быть на волейболе. Ой, блин. Вот, мои хорошие, да. Надо давать другому человеку наполняться тоже. Потому что если он с мужчинами не будет наполняться, значит будет с бутылкой наполняться. Человек не может жить, не заряжаясь чем-то. Понимаете? Какой результат, если человек неправильно живет? Какой результат? Сначала результат. Нет сил любить. Ругань, скандалы, неприязнь друг к другу. Дальше следующий результат. У женщин начинается депрессия. У мужчины вредные привычки. Это признак того, что сильно напряжены люди. Откуда берется курение? Курение это когда человек расслабляет себе нервную систему. Он психически напряжен. Это берется от неумения отдыхать, от труда. А пьянство берется от нехватки любви. Мужчины пьют, потому что энергии любви не хватает. Не чувствуют любовь от жены. Когда не хватает любви, и счастья, значит, не хватает. Мужчин начинает пить. Потому что когда он выпил, ему хорошо становится самому по себе. Вот женщине самой по себе и так хорошо становится, поэтому они не пьют. Женщине хорошо с детьми. Она детей любит, маму любит, подружек любит. Она всех любит, потому что она вращается в энергии любви. А мужчина может любить только жену. Жена не дает любви, тогда остается что? Несколько вариантов, сами понимают женщины. Первый вариант – любовница. Второй – бутылка. Третий вариант – Бог. Да, Бога сложно. Да, если Бога любишь, то нормально. Жена не любит, можно жить все равно. Только что мужчина из трех вариантов только выбирать. Или подружка, или бутылка, или Бог. Бога обычно не выбирают, непросто. Остается бутылка или любовница. А почему не люблю я Олега Геннадьевичу? А потому что хочу любви к себе. Потому что я к любви отношусь не как к служению, а как к желанию. Я любовь неправильно поняла. Я ее жду. Я не знаю, что не дождешься никогда, потому что этот сам принцип неправильный. Надо любовь отдавать. И там и то есть три стадии, которые, прежде чем ты счастливым будешь, надо три стадии пройти. Первая стадия – это принятие человека. Ты отдавала, отдавала, и вдруг ты его переварила всего. И идешь домой, и не ругаться идешь, а знаешь, что дома руганий уже нет. Потому что мы друг друга приняли, привыкли друг к другу. У нас все хорошо. Мы не ругаемся. Почему? Потому что что, чтобы он не сказал, я уже знаю, уже приняла. Не спорю с ним, как бы он так считает, ладно, ничего страшного. Я мудрая, не дура какая-нибудь, чтобы спорить с мужиком. Потому что женщины, которые считают себя умными и спорят с мужиком, они дуры. А женщины, которые не спорят с мужиком и считают себя глупыми, они умные. Так всегда в жизни. Человек, если считает, что у него есть недостатки, значит, что он разумный. А если он считает, что у него все нормально, значит, глупый. Или мужчина тоже идет домой, как бы, и он все нормально, он уже принял свою жену. Капризничает. Да я уже привык. Постоянно хочет, чтобы я к ней по-доброму нежно относился. Бегал на задних лапках перед ней. Все делал, что она хочет. Я уже привык к этому. Не сложно, чуть-чуть надо, чуть-чуть напрячься. Это же много времени занимает. Прийти домой. Вот что жена хочет? Хочет, чтобы видел только ее перед собой. Ну и посмотри только на нее. Что, тебе жалко, что ли? Вот пришел домой. А-а-а! Я так постоянно делаю, прихожу к жене. Ой, какое у тебя платье красивое, она говорит. Она ей нравится? Она говорит, да. Я говорю, да. Она говорит, что, никогда не видел? Ну я искренне говорю, да, вот что-то я не помню. Она говорит, этому платью уже 20 лет мне кажется. Ну и весело улыбаемся. Хорошо проводим время. Понимаете, о чем я говорю или нет? А если пришел, как бы пошел по делам, жена тебя встретила, а ты пошел по делам, ну тогда получи фашист-гранату. Ты думаешь, я что такое вообще сделал-то? Я просто пошел в свою комнату. Неужели это большая проблема? Мужчина, я для вас говорю. Большая проблема. Да я в свою комнату просто пошел. Что я сделал вообще? А вот надо просто понять, что для тебя ты ничего не сделал, а для нее весь мир перевернулся. Потому что она живет вот для этих нежных взглядов, для того, чтобы ты все время ходил на цыпочках дома. Дел все так, как она хочет. Потому что если ты будешь по-другому делать, это ей будет приятно. А она хочет, чтобы ей дома всегда было приятно. И у каждой женщины свои бзики. В этом приятно. Которые она считает естественными и правильными. Потому что если ты будешь жить с другой, у нее тоже будут свои бзики, естественные и правильные, но другие. И надо это все принять. Потому что так устроен этот мир. Мужчина, допустим, ты видишь, как бы с работы пришел. Надо на него посмотреть. Зависимым взглядом. Только от него все зависит в жизни. Его сразу расслабит. Вот сразу. Вот женщина, вот достаточно такого взгляда. Если ему сразу легче станет. Он улыбаться начнет такой. И вы подумали, вот дурак. Ну вот такие мужчины, ну женщины тоже такие глупые. Ты че че че, ля ля ля, она лая. Тоже, вот дурак. Да, мы вот такие дураки все. Хотят люди любви просто. Счастья хотят. И все. Мужчины вот так, как хочет счастья. Женщины так. Че, женщине сложно, что ли? Не сложно. Просто на принцип пошла. Понимаете, есть три категории людей в отношениях любви. Первая категория. Безразличные. Вообще человек даже не понимает, что близкому человеку надо. Безразличные люди. Не сильно интересуются тому, насколько счастлив близкий человек со мной. Но сильно интересуются, насколько я счастлив. Называется безразличные люди. Всегда разрушение семьи. Шансов нет жить вместе. Только близкий человек почувствовал, что он не нужен. Любовь. До свидания. В сердце камень. Все тяжести. Все. Второй вариант людей. Это люди, которые принципы ставят выше человека. Вот так вот не делаешь, жить не будем вместе. Вот только так и все никак иначе. Семья будет существовать какое-то время. Потом развалится. Третий вариант. Это человечные люди. Ну что значит человечные? Ну вот допустим у мужа вот такой бзик. Ничего страшного, он же человек. Ему надо как-то жить с этим бзиком. Ну подстроюсь. Хотя это несправедливо. Но ради любви можно потерпеть. У жены такой бзик. Кошмар просто, кошмар. Ну ничего страшного. Вот так вот устроен человек. И я хорошо, я вот хожу рядом с ним. Так вот. Надо еще потренироваться, потому что мужчине так сложно вообще. Моя дорогая. Моя дорогая. Ты допустим пошел вот просто вот мимо жены вот так прошел, все, у нее настроение испорчено. И она думает, дубина какая-то вообще. Он так думает, женщина. А как надо? Надо вот так. Посмотреть на нее и сказать. Моя хороший. Ну я пойду. И она скажет. Пока еще нет. Тогда стой. Иначе тебе же хуже будет. Потому что отношение контролирует жена. Отношение означает. Встретился с ней взглядом. Дальше ты уже ничего не сможешь делать. Надо делать то, что она хочет. Она контролирует отношение. Женщина. А мужчина контролирует правила жизни. Это мужская энергия. Контроля. На лекцию надо сказать. Надо пойти к мужу сказать. На лекцию можно. Очень смиренно. На лекцию уже хочется? На лекцию можно или нет? Если так вот смиренно, он скажет. Нельзя. Ну по-доброму. Что и смиренно. И тут надо просто чуть-чуть. Ну что тебе эта лекция сдалась? Ну то есть это уже отпустил уже все. Хочешь разобраться просто по понятиям. Ну скажите, что вот не понимаю я, как женщине вести в семье. Ну тогда ладно, другое дело. Сходи. Знаете, вот и все. Все очень просто. Надо просто понять, как правильно. Как энергия любви действует в отношениях. Потому что без знаний это невозможно сделать. Потому что как нам нравится, естественно, это неправильно. Вот мужчине нравится женщина вести себя властно, сильно, жестко, авторитетно. Это неправильно. Женщине это не нравится. Любовь от этого страдает. Нужно быть внутри сильным, властным, авторитетным. А женщине надо вести себя мягко, аккуратно, по-доброму. Хотя это... Мужчине как бы не нужно сто лет. Зато женщине нужно. И поэтому нужно просто делать так. А иначе не будет счастья. Или, допустим, женщине нравится себя вести, ну, как бы, как ей нравится. Ну, независимо. То есть, повернулась, пошла, там, мне как ей нравится, так я живу рядом с мужем. А если муж пришел, надо вести себя зависимо от него. Понимаете? Не как тебе нравится, как ему нравится. Чуть-чуть себя, свою свободу поконтролировать. Допустим, захотела что-то спросить, надо сказать ему, можно я тебя спрошу? Он скажет, нельзя. Значит, подожди чуть-чуть. И скажет, ах ты гад. Тогда без обеда. Это вот эти вот люди, вот второй категории, правила выше человека. Воюют постоянно, ругаются, потому что ты по правилам не поступил, значит, будешь наказан. Понимаете? Нужно учиться прощать. У него была причина, почему нельзя, потому что он решал какую-то важную задачу, от которой зависит жизнь всей земли. Понимаете? Это же мужчина. Поэтому сейчас нельзя пока, потом можно будет, ну что у него параллельно, там процессы идут в голове какие-то. Побеждает судьбу, там что-то делает в голове мужчины всегда. Какие у вас вопросы? Мы сегодня говорили об энергии любви, как ее потерять, как приобрести. Говорили о том, что люди неправильно настроены на любовь, всегда разрушают свою жизнь семейную. Если ты остался один и думаешь, что ты все правильно делал, это полная иллюзия. Чаще всего люди просто не понимают, что такое любовь. Они думают, что любовь это когда мне хорошо человек. Нет, это хорошо, ты должен дослужить, добиться своей жизнью. А мне вот противно жить человеку, а это значит, что ты уже сильно загрязнил отношения. Об этом мы завтра будем говорить. Почему противно друг с другом жить? Точно так же, как зубы не чистишь, изо рта воняет. Точно так же отношения надо чистить, иначе от них будет вонять. Мы зубы же не выдеркиваем изо рта, все не выбрасываем. Нога подгнила, мы ее не отрезаем, не вышвыриваем, а мужика вышвыриваем из своей жизни. Ребенок, допустим, капризнич, мы его не вышвыриваем. Родной. Муж тоже родной. Бог его дал точно так же, как зубы, как ребенка и как ногу. Понимаете? Надо учиться правильно все делать отношения. Тогда все будет хорошо. А не торгать от себя, обыскивать человека. Давайте по отношениям вопросы, вот по лекции чисто, по лекции. Ну вот вы девушку спросите. Третье, Бог. Это храм означает, священники, святые люди, святые места, святая вода, алтарь дома, священные писания, музыка духовная и так далее. Это Бог. Это все идет от Бога, и что Бог дает человеку? Если природа дает здоровье, добрые люди дают социальный достаток, если у вас в жизни, в социальном плане, чего-то не хватает, у вас не хватает отношений с людьми. Вы недостаточно служите людям. А если у вас не хватает возможности победить судьбу, препятствие в жизни какое-то стоит, вам не везет сильно, что-то рушится, это значит, что отношений с Богом не хватает. Потому что только Бог преодолевает препятствия. Добрые люди или отношения с обществом в целом, правильное, с людьми, создают человеку социальную силу. Замуж может выйти, у тебя будут деньги, будет положение в обществе, будет все, что тебе нужно в жизни. Здоровье дает только природа. Социальную силу дают только люди в разных аспектах. И победу над судьбой дает только Бог. Если ты к природе обратился, побеждать судьбу не поможет. Добрым людям побратился, побеждать судьбу в какой-то степени поможет. Препятствие не будет преодолено, но силы тебе дадут они. А если ты к Богу обратился, то ты можешь победить судьбу. Это реально. У людей чаще всего нет ни одного из этих трех в нормальном количестве. На природе нет никакой контакта. С людьми работаем некогда. С Богом тем более. Даже не знаем, кто таков. Что уж говорить о силе. Силы всем не хватает в этом мире. Ваш вопрос? Садитесь. Да. Да, так устроена женщина. Офигеет. Офигеет обязательно. Это следующая лекция уже. Предвосхищает событие. Он офигеет, обнаглеет обязательно. Он будет такой, знаете, О, ты моя хорошая, наконец-то ты поняла, как правильно. Да. Но это ничего не меняет. Это просто этапы пути определенные. Первый этап офигеет. Второй этап. У него появится благодарность сердца, хоть он и будет наглеть дальше. Эта благодарность даст возможность его воспитывать. Потому что, если вы правильно себя ведете, то вы можете ему сказать, и он услышит. Благодарность заставит его слушать. А третий этап. Это желание меняться. Один мужчина, так вот на лекции, заходит в зал, идет. Я смотрю, он лекции, мы не слушаем, что он думает, идет, что он хочет. Подходит ко мне. Мужиков, знаете, все что угодно можно ждать. Подходит ко мне, такой, руку давая. Так серьезно. Я руку даю, так мне нажал, ну, пожал мне руку, мне аж больно стало. Спасибо тебе за жену. Правильные вещи ей сказал. Нормально стало себя вести. Это третий уже этап. Благодарность появляется и желание. Но у вас есть сомнения, девушка, серьезные. Я знаю почему. Потому что, вы когда служить мужу начнете, и не почувствуете назад сразу благодарность в ответ, вам будет очень плохо и неприятно. Вы устанете от этого, потеряете силы. И причина заключается в том, что вы ждете от него, а не от Бога. Поэтому сначала человек должен научиться быть самодостаточным, а потом просто отдавать близкому человеку то, что у него есть, не беспокоясь, вернется это назад или нет. Если у речки много воды, она течет себе в разные стороны и не парится. Понимаете? А вы паритесь, потому что воды у вас немного. Вам надо назад от него. Вы ждете от него. У вас есть сердце, любовь как награда. Понимаете? Вы ее ждете. И поэтому все в вашей жизни рушится. А не потому, что вам не тот человек достался. Поймите, все люди одинаковы в этом плане. Понимаете? Вот допустим, ваш муж, он деликатный по природе, но вы это не цените, потому что вы к этому привыкли. Он точно так же привыкает к вашему служению, как вы к нему, потому что мы все одинаковые, мы все эгоисты. Понимаете? И не надо из-за этого сильно переживать. Вы неужели вы все очень цените от вашего близкого человека? Например, он вам достаток дает нормально. Вы это цените? Нет, вы к этому уже привыкли и больше еще хотите. Вот точно такой же и он. Услышали меня? Чуть-чуть услышала. Молодец. Двигаемся дальше. Хорошо. Вы, еще одну вещь хочу вам сказать. Вы, если первый раз на лекцию пришли, меня не знаете, то, может быть, вам и не надо руку поднимать, потому что мы не знакомы с вами еще. Может быть, вы не до конца поняли, о чем я говорю. Может быть, ну, как бы, надо время, чтобы понять человека. Изучайте, смотрите, слушайте, не торопитесь все узнать сразу. Ваш вопрос? да, вот-вот, вот такая у меня тоже ситуация в жизни. Я всегда прощения прошу. Видите, как здорово. поэтому мы с вами не встретились. Слишком много счастья бы было, не положено. Надо принять эту ситуацию. Понимаете, есть всегда во всем та грань, которую ты не знаешь. Вот, допустим, если человек обидчивый, то что это значит для меня, в моем случае? Вот что это значит? Какая у меня черта характера, которая женщине не свойственна? Вот какой вопрос вам надо было задать, а не то, что я вот, Олег Геннадьевич, такая хорошая, рядом с ним, мягкая и пушистая, а он скользкий и вонючий у меня. Так так все думают. Что вы думаете, вы одна такая? Надо спросить по-другому. Олег Геннадьевич, а вот он у меня обидчивый, это значит для женщины что? А это для женщины означает жесткий, независимый стиль. А? и улыбается. А в себе это нормально, а в чужом плохо, в другом человеке. Вот видите, какие мы, если во мне что-то увидели, то это нормально, Олег Геннадьевич. Нормально, понимаете? Ну такая ела. А он тоже такой, и что? Вот если в мужское тело попадете, вы такая уже будете обидчивой. Потому что это одно и то же. Просто разные полюса. Вот об этом подумай. что мы все одинаковые. Просто это тайна. Понять это сложно. Вот в этом надо разбираться. Когда человек понял, знание получил, почему так, ему несложно становиться. Понимаете? жёсткий человек всегда получает очень ранимого отношения. Это называется совместимость. Медленный, быстрого, толстый, тонкого. Это совместимость, понимаете? И они могут всю жизнь друг другу говорить, ты чё такой худой, ты чё такой жирный. это совместимость. Да, вот если женщина толстая, в мужском телекудой будет. нет, это нет, моя хорошая, нет, это не так. Если зависимая от мужа, вот тогда он неверный. Это называется неверность. Верность это когда человек независимый. Он это делает из доброго сердца. Тогда это перевоспитывает близкого человека сразу же. А если я зависим от него, то он будет неверным тогда. Вот это мужское и женское природ да. Женщина зависима, мужчина неверный. Мужчина зависима, женщина неверный. Это одно и то же. Если что хорошо. Конечно, а так по-другому не получится вообще никак. Вот представьте, допустим, девушка жесткий стиль имеет, да, вот это в жизни в ней такое. Вот представьте, ей такой мужчина останется. У нее такой мужчина был. Что, она с ним жить будет? Да ни за что. Он только на него нажмет, на. Так было? Так, кивает, да, вот, получили себе поэтому такого, который вы можете переварить просто, моя хорошая. Вот это правда жизни, понимаете? А то, что мы мечтаем, это уже другой вопрос. Хочется же всегда лучше, чем есть на самом деле. Все, поняла, хорошо. А спрашивала меня ведь про другие вещи, да? как так жить-то можно все время прощать и прощать. А вот так и надо жить. Я так живу. Ко мне жена подходит и говорит, у нас есть проблемы. Я говорю, я слушаю, как ты думаешь, кто виноват? Я говорю, я, конечно. Она говорит, ну почему ты так решила? Я говорю, потому что вдвоем живем мы с тобой. Больше нет никого. И она сразу покатывается. Проблема закончилась. Я принял все, пошутил еще. Надо принять судьбу на себя сразу. Идет на тебя судьба. Прими. И она успокоит сразу. Будет весело, счастливо. Не приняла, не будет счастья. Вот если бы вы ему прощали и просили прощения добровольно и радостно, счастье бы было. А вы это делаете через силу. Счастья не будет. Почему через силу? Потому что сил у вас не хватает. Не хватает принимать судьбу и хорошую. Понимаете, еще есть один ответ на то, что я сейчас вам сказал. Еще один ответ. Если жестоко с кем-то поступило, то получишь жестокость в ответ. Понимаете? А теперь думайте дальше, думайте. За все надо платить, и это хорошо. Если смело платите за все, вы становитесь счастливы сразу. А если капризничать, и не будет. Все, что я сказал вам, в этой жизни уже было. Вам не надо сильно задумываться о том, как и когда. Поэтому просто принимайте жизнь. Она очень строгая, но честная. Хорошо? Мужчина сзади. Ваш вопрос. Я в нашего Бога верю. Советского. Если вы хотите знать мою веру, во-первых, я считаю, что очень неправильно эти сокровенные вещи обсуждать при всех. Это все равно, что спросить, а как ты с женой сам спишь? Но это как бы тема очень деликатная, как бы сокровенная. Нельзя ее обсуждать при всех. Что касается моего понимания Бога, если вы хотите узнать, то я вам скажу. Я считаю, что Бог, Он один. И я поэтому принимаю и уважаю все веры духовной традиции. У меня в разных духовных традициях есть серьезные друзья и соратники. Есть православные друзья, есть мусульмане, есть буддисты и так далее. Понимаете, я человек, который Бога воспринимает очень широко. Я понимаю, что для всех людей Он приходит, Он никого не обделил в этом мире. Понимаете, для каждой категории людей Он дает веру. Насколько человек может верить. Насколько у него восприятие мира какое-то такое человек дает веру в Бог. Что касается моей веры, это не имеет значения, потому что я никуда вас не тащу. Если бы у меня был тайный замысел, как в интернет пишут, вербую людей в свою веру, на самом деле, тогда бы можно было мне сказать радостно, но моя цель сделать так, чтобы у вас не было отчуждения в отношениях с вашей женой, чтобы вы не чувствовали, что она далека от вас. Вот в чем моя цель, а не в том, чтобы вам что-то по вере сказать. Моя цель сделать так, чтобы вы в своей вере остались и развивались. Вот и все. Больше у меня нет никаких целей здесь. Поэтому я не навязываю и не акцентирую внимание на своей вере. И это правильно. Потому что люди здесь разных вер находятся. И эта тема очень интимная. Когда я просто поднял о своей вере, что-то сказал, это уже оскорбляет другие веры. Это мы здесь говорим об отношениях. Я говорю в целом о Боге, что надо в него верить, надо оставаться в своей вере, надо развиваться в ней. Об этом мы будем говорить. Какая вера лучше и хуже, какую я имею, это вообще тема. Я вообще не хочу даже так мыслить. Я вообще не люблю такие мысли. Вот мне нравится, например, вот такое мышление. Сейчас я вам песенку включу. Очень мне нравится эта песня. Очень. Я в этом часто ее включаю. Нету. Нету. Вот об этом и песня. Музыка. 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 Проходит все то же самое. Следующий критерий. Вера дает возможность побеждать судьбу. Человек верит, и у него пошло все изменяться в жизни, лучше стало. Это значит, что это от Бога. Следующий критерий. Не прорывается цепь преимущественности. От одного к другому человеку передается знание. Не прорывается. Это от Бога. Следующий критерий. Вера утверждает, что Бог один. Это правильная вера. Много Богов? Нет. Это правильная вера. Дальше. Вера утверждает, что человек живет вечно. Он душа. Вера утверждает, что есть рай, есть ад. Это правильная вера, потому что так и есть. Вера утверждает, что за что делаешь в жизни, за то и получишь. Это правильная вера. Еще она утверждает, по твоей вере тебе и достанется. Все. Во всех верах, в которых вы это услышали, это правильная вера. Понимаете? И вот читайте Библию, Коран, Тору, все везде одно и то же. Я изучал. Эта песня называется «Ты читаешь Библию, я Коран». В интернет наберите. Сейчас в интернете все есть. Вот услышали три слова песни просто? Набираете в интернет, сразу песни это выйдет. Хорошая песня, понравилась? Видите, сначала Бога надо полюбить, и тогда ты сможешь любить человека. Об этом я всю лекцию читал, хотя я не вусульманин. Это везде одинаково, понимаете? Сначала Бога полюби, стань самодостаточным. Тогда ты можешь ему что-то сделать, человеку, и не будешь думать о том, обнаглеет он или нет. Ты будешь сильным в своей любви. И когда-то он увидит эту силу, он начнет тебя уважать. Уважение – это первая капля любви, потому что есть еще вторая и третья. Вторая капля любви – это… Первая капля любви – это благодарность. Вторая – уважение. То есть он сначала просто благодарен тебе за то, что ты заботишься. Потом он начинает тебя уважать, то есть видит тебе хорошее. А третья капля любви – это верность или искренность. Ты думаешь, я буду жить с этим человеком дальше навсегда. Это называется верность. И третья капля любви – когда такое в сердце появляется, счастье бесконечное в отношениях у людей возникает. счастье, независимости, невлюбленности, а счастье чистоты, радости и глубины. Вот это настоящая любовь. Чистота, радость с человеком, верность и глубина. Вот это и есть настоящая любовь. Ладно, у нас уже нет времени. Я хочу вам сказать, кто из вас вообще никогда не слушал мои лекции, первый раз пришел на лекцию? Надеюсь, что вы ничему не уделили здесь. Сейчас еще будет одна вещь, которая неожиданно для вас будет. У нас всегда, и это я делаю уже давно, 20 лет, сколько читаю лекции, у нас есть определенный тренинг. Мы учимся побеждать судьбу. Победа над судьбой всегда живет в звуке. И как правильно звучать, чтобы побеждать судьбу, надо знать. Это непросто. Нужно знать, что человек может победить судьбу, только отвлекаясь от себя, потому что судьба тоже звучит в сердце, и мы не слышим этого звука, потому что она превращается в память о себе, о своих проблемах, поэтому все люди думают о себе, о своих делах постоянно. Таким образом живут внутри судьбы. Для того, чтобы победить судьбу, нужно думать о тех, кто молится, потому что эти люди не думают о себе, они думают о Боге в это время. Когда ты слушаешь тех, кто молится и думаешь о них, то ты отвлекаешься от своей судьбы, и энергия Бога начинает ее побеждать. Пока ты думаешь о себе, победить судьбу твою невозможно. Поэтому тренинг такой. Мы повторяем не какую-то молитву, потому что у всех молитвы разные. Поднимите руку, кто здесь мусульмане есть, а кто христиане. И так далее. Видите, все разные. А вот так как здесь у меня есть определенное правило. Если мы находимся в мусульманском месте, то мы под мусульманскую молитву желаем всем счастья, потому что здесь такая культура. Человек должен принимать культуру, в которой он живет. Если мы в христианском месте, ту христианскую, я читал лекции и в Израиле, там еврейские молитвы звучали. И в Китае там ом молитва звучала и так далее. То есть я уважаю все веры, все традиции. Сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, всех хорам. Но слушать надо тех, кто молится, погружаться в этот звук и повторять так же, как они, то есть в их настроении. И тогда в сердце придет спокойствие по поводу своей жизни, судьбы. Это первый признак победы. Так все сели прямо. Десять минут, даже меньше, минут семь потренируемся. Если кто-то не хочет, можно выйти. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви с нами, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам всем, что вы вытерпели меня три часа за ваши добрые глаза. Спасибо. Спасибо.